Всем привет! Меня зовут Женя и с вами Туркишкук. Сегодня будем готовить яш-паста. Короче, вот она такая, очень-очень вкусная. Тут куча всего. Поэтому, если кому интересно, оставайтесь со мной. Сейчас будем готовить. Итак, здесь 3 яйца и 1 стакан сахара. Взбиваем хорошо. 3 вот такие ложки масла сливочного. 2 стакана муки. Просеиваем через сито. И сюда же добавляем разрыхлитый и ванильный сахар. Следующее, режем 2 банана в бленду. Вот наши бананы. И сейчас наши бананы в яйцо. Следующее масло выливаем. И потом добавляем муку. Медленно, аккуратно. И нашу муку. И выливаем наше тесто в смазанную маслом форму. Это уже на ваше усмотрение, какая форма будет. Вот таким образом. И дальше поставили наш торт уже в духовку. Разогретую духовку до 170 градусов. Где-то на 45-50 минут. Будем, в общем, смотреть по приготовлению. Итак, для крема нам надо 3 ложки масла сливочного. Дальше 3 ложки муки. Все это у них уже на плесе. Вот так хорошо мешаем. Один стакан сахара. Дальше добавляем. И 3,5 стакана молока. Итак, спустя где-то 7-10 минут. Вот наш крем готов. Сейчас его оставим остывать. Итак, готовим следующий соус. Здесь у нас 2,5 стакана молока. И сейчас вот этот вот карамель соус готовый. Аккуратно высыпаем. И готовим его до загустения. То есть хорошо размешиваем. Через пару минут он будет густой. Как соус. И вот спустя еще где-то 10 минут наш карамельный соус тоже готов. Выключаем и оставляем, чтобы остывал. И вот спустя 55, где-то даже больше минут, мы достали наш пирог. Он уже остыл. Мы его пока перевернули вверх тормашками. Вот. Но очень-очень классно пахнет. Просто супер. Итак, следующее. В этот крем добавляем крем шанти. В пакете готовый. И хорошо его миксером размешиваем. Вот этот крем. Решили добавить два пакета шанти. Итак, дальше разрезали пирог на три части. Вот такие три части. Одну уже уложили здесь этот крем наш. Дальше. Кладем карамель. Че ты? Да, не очень много, так немножко. Дальше у нас фисташки. Мы их на блендере измельчили. Вот так вот посыпаем. В общем, тут уже ваша фантазия. Что есть дома, как хотите, что любите больше. Можно делать шоколадный крем. Можно делать просто один крем. То есть, как вам больше нравится. Итак, кладем следующий слой. Немножко прижимаем. И вот следующий слой. Вот таким образом. В принципе, я думаю, что тут можно даже и ложкой. Ну, вот так просто красивее с боков смотрится. И снова вот таким образом. То есть, по бокам, видите, сделаем кружочками, чтобы смотрелось красиво. А внутри уже не важно. Опять кладем карамель. Потом снова орешки. И третий слой. И вот таким образом мы выложили крем. Потом наверх фрукты, которые у нас были. И опять кремом. То есть, здесь все зависит от вашей фантазии. Как вам нравится. Какие фрукты есть. Какая пора года. Вот. И поэтому делайте так, как считаете, более клевым, красивым и так далее. И нет пределов совершенству. Мама решила еще использовать оставшуюся карамель. Ну, в общем, что-то так. Но реально он очень вкусный. Это 100%. Я понимаю. Итак, надеюсь, что это видео вам было полезным. И понравилось. Если это так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И будем готовить вместе. А сейчас пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.